привет народ у нас тут сегодня короче юсб шнурок русику прислали не можно даже не открывать или придется сейчас посмотрим да получится вот так вот вытащить так здесь записка добрый день руслан прислал три ножа каждый с описанием мои данные напишите мариуполь хорошо так это на записочку сюда тут должно быть с каждым ножичком прилагаться должно описание ух ты действительно действительно красавчик мини грипп так на реплике бенча сделать нормальную заточку и если возможно убрать микролюфт вот китайцы да творят прям чтоб тут какой-то люфт был я а вот так есть да но он и так тугой то есть это нужно просто полировать шайбы разбирать нож так раз и за . да ну да здесь здесь нужно перетащить просто сделаю ну видите да вот вот он он не складывается и при этом всем он еще и чуть-чуть люфтит то есть люфт точек есть такой небольшой но при этом он не скрывается то есть там надо просто полирнуть чуть-чуть шайбы и отрегулировать это все отрепетировать и все будет нормалек ну хотя я же вырешу вот вот берешь вне ну чувствуется вот 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 чувствуется что не оригинал по вот этой штуке по пластику а вот сразу в руки взял пока так и не понял или развиняйте тут у меня видео вызов говори ну слышишь там это японцы или туда уже руки украинские добрались и поменяли там что-то не я хочу я хочу понял взять чтобы туда ручки украинские не лезли то есть взять японца пускаю будет там дыметь коптить я сам это все поменяю я хочу купить мопед без китайских запчастей чтобы он не залез туда не сунул там китайские кольца еще что-то я хочу купить японца у нас продаются у нас продаются на рынке те же джок там и все остальное но там уже все перед поршневая китайская стоит уже давай это да пока пару ножей сделаю боя видос как расписал ножи ремонтировал говорю я как раз ножи ремонтирую пару ножей отремонтирую пока ты будешь ехать добро давай короче народ попросил максимку в одессе поискать мопед но вы поняли вы слышали нашу хочу японца взять без китайских запчастей выше у нас на рынке тоже стоят мопеды там тот же джок стоит говорю а ну перебирали ну да конечно еще там с поршневой выкинули кинули китайскую вернее ребят не хочу хочу вот лучше пускай он будет там подношенный пускай он там дымит чуть-чуть маслица кидает но это японец и я сам туда куплю поставлю нормальную поршневую либо же ну я знаю как это устранить в общем так на керши поставить на керши просто поправить подводы чтобы угол не плавал по режущей кромки ох туда тут уголочек такой у нас видите и вот так давайте попробуем показать сколько там плоскостей видите да сколько там плоскостей то есть должна быть это все вот одна плоскость здесь вот так поправим сделаем все будет ассист щелк так еще здесь у нас здесь у нас какой-то санрэму что ли что-то такое что-то из китая сердите на сердите выровнять подводы и если есть возможность перевернуть шарик прижимающий клинок а клинок вместе выработки шарика отполировать в общем все понятно здесь еще и вот так вот он чуть-чуть видите как бы да чуть-чуть чуть-чуть в сторонку это как бы не критично это мы все подровняем так что тут не макс пару фоток скинул а у них туда короче народ в одессе в одессе мопеды продает надо ехать в одессе за мопедами так понял что потому что у нас у нас такие цены у нас просто цены на те же мопеды что в одессе плюс 100 плюс 150 долларов в общем если кто-то продает нормальный мопед в нормальном состоянии я живу ручками туда в движок не лазили то звоните пишите ну и желательно недалеко чтобы поняли да это не западная украина там или там я не знаю ну в общем далеко чтобы не ехать то есть это в пределах николаевская там но одесская максимум область кировоградская опять же ближе сюда к нам так 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 что мы делаем что мы делаем мы сначала делаем вот этот нож и вот этот но что же мы делаем да поехали да действительно шариком здесь есть есть уже косяк он чуть-чуть стерся видите на плоскость какая-то у него уже плоскость выработки есть ну и человек просит вот это вот эту дорогу полировать в принципе тут ничего страшного полируется это все элементарно так две шайбы с одной стороны причем опять же тут иметь и латунь ну короче сертики 1 медная 2 латунная не пойми что делают а тут даже две две латунных и одна две медных 1 латунная да максимка но он рабочий заводится и все да вот я хочу взять чтобы его никто не трогал завод дыркнули завелся все я забираю и уезжаю все я его сам переберу сам разберу сам сделают его все сделаю сам я лучше это сделаю сам чем они там на химически что попало понял я потом буду думать нехорошо о человеке короче надо прыгать машину доехать то есть и четырехтактные есть инжекторные уже там движки я я смотрел но я же тебе говорю что у нас плюс к вашей цене 150 200 баксов будет тот же мопед потому что люди хотят заработать денег ну это джок последний да это уже четырехтактный двигатель уже не надо масло колопус эти все остальное ну но он и кушает уже намного поменьше понял то есть у него аппетит намного скромнее но он более более ну понял да бодягу туда не заправишь на 95 надо лить хороший бензин я хочу посмотреть что там из чего там и почем там то есть шоу каком состав но это мне надо самому приезжайте смотри да я вижу вижу вас ну я думаю что если я тут не найду понял то тогда придется мне ехать но опять же смотри мне сейчас его на зиму брать смысла нету то есть я тогда ближе в конце зимы поеду ну понял чтобы я весной нам на колеса прыгнул зачем мне вот я сейчас его куплю в гараже он у меня будет место занимать зиму стоять другой вопрос если мне сейчас попадется тут по нормальной цене то я его возьму сразу а если нету мне тогда выгоднее зимой брать они зимой чуть-чуть ну чуть-чуть дешевле буду там ненамного конечно но на пару копеек дешевле и мне выгодно в конце зимы прыгнуть на машину приехать кинуть его багажник на уехать все ну я так в принципе и думаю что возможно так и поступим и ну да добро максимка спасибо давай я я я сейчас закончу ножи перезвоню тебе хорошо добро давай короче народ надо делать потому что через полчаса у меня ребенка надо забирать из садика плюс минус там есть зазор у нас но тем не менее опачки так клипсу сюда это сюда спайсер тоже придется снимать потому что ну иначе мы не выбьем его поняли да шарик иначе шарик мы не сможем демонтировать скажем так 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 спайсер остается супер сторона видите да пластина ой короче ой короче церкви не хуже китайцев чуде короче так берем берем вот так вот сделаю и в дырочку него туда любим то есть ищем подходящие по диаметру отверстики и туда его пошлёп и выбиваем каждый раз я когда эту процедуру делаю каждый раз беру новый гвоздик затупляю его каждый раз куда-то бросаю а потом выбрасываю поняли да для того чтобы убить шарик нужно немножко затупить что было плоскость на возле потому что если он острый он будет убегать нормально мы его не выстучим нам нужно только шлёп и выбили так раз так два и вот он есть можно его подтянуть за уши магнитом так теперь мы его берем ставим наковальню на наковальню ставим эту историю и теперь переворачиваем его и раз вот так вот все шарик на месте поверхность фирической видите да а та сторона вон она с той стороны очень просто берем шарик и катенье он катится закатится и только шлёп сам останавливается на плоской поверхности все пальчиками прижимаем он впивается в палец и сразу же ставим ну вы поняли так зачем это все прям надо усилили прям видите как усилили прям жестко все так ладно давайте клипсу мы потом соберем мы сначала вот вот видите да есть лыска здесь есть лыска поэтому мы берем ответной части смотрим если здесь лыска есть куда она смотрит видите да вниз то есть сразу же мы вниз его и лыской ставилась его дальше полирует нам надо клиночек вот в этой части это мы сделаем при помощи а ухи 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 достаточно так теперь собираем обратная последовательность у нас старопласт вашего стояла здесь теперь смазка и и теперь с нужным усилием затягиваем оси есть есть клиночек у нас по центру и в тот же момент клин флипует с этим ножом все так это нет серкики то есть точить его не нужно правильно перевернуть шарик клинок в общем давайте мы потом все три посмотрим походу да здесь нож новый в принципе но тоже давайте показать вот так вот видите да по всей режущей кромки гуляет то есть нет одной плоскости подвода то есть нет одной плоскости подвода то мы их все три наверное ровненько красивенько переточим так теперь вот с этим ножом киршик мы в сторонку здесь 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 у нас здесь у нас вот этот торкс так 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 смотрим что здесь что здесь раз смотрите шайбы такие то что я говорил что люфт есть почему потому что нет плоскости шайбы смотрите эти на как блестит шайба кусками вот там где она блестит там происходит чрезмерное давление и там где не блестит там его нет поэтому наши ходит а вот так вот и вторая шайба тоже непонятно как-то она работает но вообще на ней ничего нет то есть она как-то как-то чего-то хотя правильная сторона вот она более ровная вот этой стороной шайба должна быть клинку она стояла не той стороной клинку и так чуть-чуть перри перекошено чё тут у нас 154 7 китайцы пишут да интересно что за сталь сейчас будем точить узнаем ну как узнаем конечно же мы не будем проводить спектральный анализ стали так дайте ка я подумал дайте ка я подумаю четырехсотной наждачкой где-то у меня была здесь прям 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 уже 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 потертая вот так ну вы поняли чтобы не на новой сейчас пошел кали потому что она снимет прям хорошо а уже с выбитым зерном то есть она очень деликатно это делает очень очень деликатно это делает и сейчас вот видите да как стираются неравномерного здесь пятно прям видно вот вот она да и его нам нужно убрать то есть мы сейчас раз и вот так вот делаем одну поверхность всего пятнышко ушло контрольную голову все идеально ровная шайба есть контакт вторая вторая кстати народ тоже не той стороной стоял которая должна была бы стоять так уж получается что у шайбы есть две стороны знаете как у медали одна лицевая а вторая такая шайба лежит на матрице вот этой стороной сверху пуансон пробивает и вот на эту сторону немножко уходит заусенчик он очень очень как вы знаете незначительный мелкий но он есть в любом случае вот как ни крути он есть поэтому шайба есть всегда две стороны желательно шайбу ставить лицевой стороной к ножу чтобы эти самые заусенцы соприкасались не с клинком а с лайнером тогда вот не будет таких проблем смотрите на ноже четко видно зонная выработка то есть вот вот зона где трение происходит а вот зона вообще вот это вот не тронутая видите да вот нет вообще следов трения никаких а здесь наоборот срезмерное трение происходило с этой стороны немножко полегче но то же самое смотрите вот ширина шайбы да а трение происходит только вот в этой части то есть вот в этой части вот трение нет никакого трение происходит вот на максимальном удаление шайбы это тоже неправильно то есть если эти все нюансы мы сейчас устраним все будет работать как часы и никакого микро люфта не будет так 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 поехали теперь раскручиваем осевой берем смазочку и сюда вот так вот обильно обильно вот так вот загоняем смазочку и вот так вот клиночком пошевелим 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 чтоб смазка сюда оп везде протекла видите клинок аж сам просится назад теперь берем фиксатор резьбы аккуратненько выдавливаем вот такую маленькую капельку даже это много даже мы сейчас чуть-чуть назад попросил вот так вот и совсем чуть чуть капаем в самый низ и теперь уже осевой с нужным нам усилием легонечко поджимаем пробуем еще можно на есть маленький такой выскочек слышите масляная пленка нам нужно выбрать пробую капнуть нужно капельку еще на ригель вот сюда прям на замочек вот так вот капаем вообще все будет еще можно видите прям очень-очень блюлю помогает ножу работать у меня был случай буквально недели на 2 назад человек присылает видео вот такой нож флиппер вот точно такой же флиппер не формат не флипует говорит вот получил нож новый флиповал дай думает разберу смажу там ну чтоб все было знаете беру заводскую смазку и все остальное говорит перестал флиповать нож я говорю аж ну как как шо шо вы с ним делали как такое возможно вы до смазал все ну классная смазка очень дорогая смазка или какая смазка говорит ну силиконовая я теперь просто возьмите есть блюлю и да вот не разбирая ничего просто вот так вот капните туда две капельки блюлюба и снимите еще раз видео вот капает туда каплю блюлюба и начинает наш флиповать просто огонь говорит я не думал что силикон настолько вот все это усложняет здесь теперь видите у нас все четенько открывается закрывается вот так в принципе я думаю что этого более чем достаточно клиночек у нас спит по центру централи никуда увидите да скажем так флипует и никакого люфта при этом вообще нет даже даже намек все инструмент на место быстренько точим это все и поехали в садик за ребенком раз два три четыре пять все блюлю в колпачок сюда записки мы все можем выбросить они нам не нужны режущую кромку я можно всех ножах показывал да она такая немножко погулявши поэтому мы сейчас сделаем идеально ровный заводской подвод от начала до конца поехали так это возьми и аккуратный November菜 от начала до конца ровный красивый аккуратный подвод номер 2 от начала до конца ровный красивый аккуратный осталось съемки с выс whisky достойный healthier осталось сбить загрузчик и на пасте поправить его там здесь тоже давайте еще раз покажу вот так вот видите да и вот так вот видите здесь он шире здесь он чуть поуже мы его сейчас делаем симметричным одинаковым и так далее и тому подобное здесь посмотрите вот вот здесь он поуже прям хорошо а здесь кончик он вообще вот такой вот широченный мы сейчас это все не ввели а здесь видите ну более ровный здесь кончику не расширяется здесь кончик вот широченный широченный мы сейчас это все не вели так так нож номер два подвод номер один ровный красивый аккуратный одинаковый такой же ширины абсолютно с другой стороны вот он начинается вот он ровный красивый до конца одинаковый единственное что здесь вот до конца не получилось проточить его там кусочек виде старого подвода вот здесь но я не вижу смысла потому что но вы понимаете это нужно снимать с двух сторон на там полмиллиметра металл просто моего ну убьем а здесь как бы фишка этого ножа в чем что у него вогнутые спуски то есть он на самом деле это рязычок но если мы вот поняли да вот 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 металл да и нам нужно проточить внизу нам нужно полмиллиметра это все спустить то есть полмиллиметра с этой стороны убрать полу ну все вогнутые спуски всю фишку этих вогнутых спусков мы просто сведем на нет поэтому мы этого не будем делать это просто безрамотно ну и третий нож тоже здесь видите вау как все некрасиво лавка здесь шире подвод видите здесь чуть поуже сейчас мы это все выруми поехали ну и народ нож номер три нож номер три подвод номер один от начала до конца одинаково красивый ровный единственное что здесь вот в этой части вы помните каким широким вот видите одна блеска и вот вторая блеска мы опять же его не проточили до конца почему потому что там был слишком широкий подвод если нам опять протачивать нам нужно опять убивать металл просто но это 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 не грамотно со всех точек зрения то есть и по в плане механики и в плане в общем правильно сказать это будет просто на полный кретинизм вот так вот мы просто убьем человеку нож который может быть доработать и через пол года через год он заточит еще раз его заточит еще раз и после третьей заточки это все пропадешь то есть но если правильно тащить они за раз это все снимать то есть правильно за . это когда мы снимаем минимум металла минимальное количество металла вот это правильная за . есть же ребята которые там да увидел где-то вот на середине ножа там косом кого-то и сантиметрах на камнях сидит он двое суток я я встречал таки он сидит двое суток алмазами это все там обдирает обдирочными ну это это же я говорю зачем ты пол полно жасночь а у меня там была точечка то и шут с ней ты ну как надо мне мешают ну да если мешают но зато теперь у тебя сведение было да здесь 0 4 а теперь у тебя здесь пол миллиметра там добавилось теперь 0 9 почти миллиметров сведением пользуюсь я теперь ломиком а я и не подумал думать надо прежде чем что-то делаешь вот так вот раз вот так вот два сейчас камера сядет уже может хватит и как вы понимаете дальше люди сами сами себя гробят ножи укорачивая тем самым этой самой за . этом по пол сантиметра по два по три миллиметра за раз убирая ну то есть они делают сапу из ножа нужно уже нарезать они должен убить строгать там нам чтобы отрезать помидор не нужно бить по ножу там на этих давление такое прилагать вот сам будет резать если он он правильно заточен листья бумаги то есть все три ножа будут резать греть я вот так вот давайте вот здесь вот видите да раз вот она все раз вот здесь давайте да два я надеюсь то есть всеми ножами можно спокойно себе спокойно себе бриться и это давайте держи 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 чтобы она не сильно бросалась твоего глаза потому что хожу потом пусками выбритые знаете вот так вот давайте вот здесь вот ну вот она все видно ну пока такого не было чтобы люди подходили смотрели знаете как на человека перенесшего тиф знаете как раньше люди после тифа там такие были все ну в общем видно по ним было что они нездоровые что они переболели этой болезнью в принципе на смотрите подводит раз подводит два красивый ровно аккуратно то же самое здесь теперь красивый ровно аккуратно одна плоскость нет никаких переливом нет ничего то есть это абсолютно одна плоскость вот идет вот она раз и пошла 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 вот она по блику видно и тут тоже самое публику смотрим и одна плоскость раз пошла одна плоскость вот она 2 пошла вот она оп солнечный сдачек поймали и повели в принципе у меня на сегодня все я поехал за Илюхой давайте пока пока увидимся ой народ дорог в украине нету как решить в садике понравилось сегодня да едем мы домой ай нельзя тут перевернуть сейчас камеру дорог вообще нет то есть мы едем по сплошным ямам так что как то так кто тебя везет илюша садика мама его везет садика мама теперь тоже знаешь и дорог украине нету так что как то так едем до дому а 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 Продолжение следует...